Ну как обещал, что вторая часть, она как бы сборная, тут песни любые, но потом минут 20 мы оставляем, и вот уже два заказа есть, это история Афганистана, то что вы говорили, да? И Афганский Бернизон, а потом еще, поэтому у меня какая просьба, если сейчас здесь 2,25, значит, сколько же мы, чтобы осталось 20 минут? Ну короче, ровно в 10, если я не закончу петь, то вы начинаете там кричать, свистеть, да, и все, и мы начинаем, да, типа как концерт по заявкам Песня с длинным названием, хотя песня очень короткая, название такое Ночная гроза в московском районе Оставки Мне вроде ничего не говорится, но вот она для меня очень дорогая И как-то надеюсь, что может этот тварь передастся Песня с д Inc. Не видно домов и машин, Мы молоды и одиноким, И мы никуда не спешим. Мы молоды и одиноким, И мы никуда не спешим. И утром озаряется лица Небесным огнем из окна, И гром сотрясает столицу, И сердце пронзает вина. И вижу, как будто впервые Во всем виновата гроза. От страха и счастья к нему, Забытые мною глаза, От страха и счастья к нему, Забытые мною глаза. Очень хочется спеть песни о Севастополе, Потому что, конечно, сейчас наша жизнь изменилась. У меня очень много песен о Севастополе, У меня очень много связано. Я туда еще молодым, совсем лейтенантом, Приезжал, ходил в боевые походы с кораблями, Там все в Беземное море. И потом, я делал фильм о Севастополе для центрального телевидения, Он назывался «Трижды рожденный бабик», Кто-то случайно видит. Я туда неоднократно ездил с женой, Я там влюблялся без жены и т.д. Но песни о Севастополе, они у меня, к сожалению, Не то что новичьи, но о том, Что уже Севастополь ушел от России, А сейчас он гордился. Таких членовых песен я не писал. Поэтому, что мне остается спеть песню Об одной из тех, ну, влюбленцев, скажем, В Севастополе и в племена, Называется «Русалка». Белый парус в черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Нет с такою молодой Черноморская русалка Даже губы саланты С нею шатом нее На волне и пепел полный Красава ледра У нее высокий рост У нее красивый твердый, Но немного длинный хвост У нее глаза как пол И как солнце чешуя То ли счастье, то ли горе Что она почтивая Почта льется, словно тупо Парус взорвется, как крыло В легендарной Севастополе Нашу яхту занесло Пристой городскою свалили Стерку милою снесли При Меркурии утопили И другие корабли По потоку лечения По большую, большую морской И при гордыках Мужчины вслед глядели Их с тоской Черноморской, наверное, Говорили не таясь Ах, какие нужны нервы Чтобы иметь такую связь Ах, какие нужны нервы Чтобы иметь такую связь Белый парус Черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Мне с такою молодой Черноморская русалка Даже губы солоны С нею шатком не кивалка На волне и без волны На волне и без волны Пою и Серёг, если поступили Ну учить тоже, да? Песня почти без комментариев Но с техническими Комментариями Если вы заметили Что я не парт Потому что Я стараюсь играть на простых аккордах, без всяких лендережей, и это не значит, что я не имею. Я время от времени себя заставляю и учусь, и начинаю все переборы, сложные аккорды, и потом замечаю, что лично мне это мешает. То есть для меня важно, чтобы вы слышали и понимали слова. Потому что почти все песни, что я пою, это, в общем-то, с хихи, которые можно печатать в книге. Я их печатаю. Практически у меня есть, но очень мало песен, которые именно другую песню, которые я не печатаю. И плюс к тому я специально не делаю какие-то сложные мелодии. Обычно один какой-то поворот, этого достаточно. Но вот у меня есть, например, песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, вот я вам сейчас покажу. А вам свет дано Отвечать добро от зла В пекле военного пада. Ведь все-таки война была, И мне другой не надо. Была война, война была, И мне другой не надо. Мудиться, что-то я, Стала биржевой, И заграничный слышит вой, Из городского сада. Перед Россией Виню, что я живой. Была страна, страна была, И мне другой не надо. Ведь ни скамьи, ни надежды, Одна салата, Небось тяжимая взгляну. И все-таки страна была, И мне другой не надо. Была страна, страна была, И мне другой не надо. Я уже говорил, что я много, больше 10 лет проработал в военном отделе «Правда», где был начальник Димур Гайдар, контр-адмирал. И было два специальных корреспондента. Я самый молодой в «Правде» спецхор за всю историю. В советской правде. Тогда же это была «Ока» как большая казнь. И еще был такой Петр, и все ступенейки. Хотел сказать, хороший человек, значит, я всегда тоже считаю. Но он тоже был относительно молодой. Поэтому так называли нас Димур и его команды. И мы время от времени собирались в неформальной обстановке, чтобы обсудить, а что вообще делать с вооруженными силами и так далее. Все-таки мы органы ЦК. И обычный повод какой-то, что-то сделать. Ну, например, пельменя. Но один раз так собирались, и Димур говорит, ну ладно, сделаем мы пельменя, напьемся, ну так, сволочка. Потом ладно, развезем нас, редакционную машину. А что-то должно статься, ты говоришь, не пиши песню. Вот я написал такую песню, где использовал, если кто-то читал Незнайку Николая Носова, там была считалочка такая. «Эни бени рест, твинтер, финтер жест». «Эни бени рябот, твинтер, финтер жаба». А я еще почему это помню, потому что мой дед, он был директором Кировского, Вятского, Ботанического сада. У него был гостевой домик. И в гостевом домике в далекие там годах, еще там в середине 50-х годов прошлого века, у него был этот самый художник, который иллюстрировал первое издание «Незнайки». Вот сохранилась семейная легенда, что я, когда мне было там года 3-4, он меня носил на руках, и только знал, что я «Незнайку», вот он тогда рисовал «Незнайку», мне рисуют с вашего внука. Но у меня будет такой же лопаухий. Так это или не так, мы семейная легенда об этом не голосим. «Мы собрались на пельмени, мозговой армейский треск, и не пей, не пей, не пей». Я опять начну, значит, иначе бы не поймут. А так как я заканчивал войну Академии Держинского, это ракетные войска с арктидейскими акачениями, то я немножко разбираюсь во всех этих вооружениях. Есть такое выяснение, там, ядерный террориат. Это что значит? Это то, что летает, то есть бомбардировщики с ядерным оружием, подводные лодки, РПЛ с тоже ядерным оружием, ну и такие стандарты, наземные опции, это все называется триады ракет на ядерную войску. Это тоже буду упомнять, знаете, мы собрались на пельмене в мозговой армейский трест и не пей, не пей, не пей, не пей, не пей, не рест. Все разведчики из Интерпост какались с мест, чтоб решить в интерфинтер, в интерфинтер, в интержест. От слубянки едут татки, и не пей, не фыр, и мол, тише, чтоб за грантки думали про них. Вот мы сели, вот мы сели, выпили в присед, Энни-бени, а кассели, Твинтер-финтер-жест. Мы сейчас еще по разу, Энни-бени-ух, и крылатые заразы, Твинтер-финтер-бух. А потом вся их лекси чуть добавят, что их мобильные мэпсы, Энни-бени-стоп. Ну, отрай, да ты под водки, Твинтер-финтер-бух. Мы заманим русской водкой, Энни-бени-стоп. Вот они и пестряты, и не бей, не бей, не бей. А у нас с вином порядок, и пивком, ну, нет. И с горючей этой смесью, Твинтер-финтер-мать. Мы не дергнули, выпьем вместе, хватит плевать. Вот как можно, Энни-бени, вывезть мир из тьмы, если сядут за пельмени, светлые умы. А сейчас совсем другая песня. Есть такая легенда, не может, не легенда, но она уже стала частью литературы. Если кто-то, по-моему, 93-й год, то октябрь, 4-е число, да. И потом, когда уже танки стреляли, когда уже все горело. И потом уже, когда уже вышли все, там, грудской, вроде мой приятель, который там показывал, что вот, я из этого автомата не стрелял. но там якобы осталось несколько человек. И уже не якобы, а там действительно из огня были такие прощальные салюты Тарасии. Это было. И якобы они то ли пели, то ли вспоминали вот эту мою песню, то ли пели, Я думаю, что это легенда. Но она уже стала литературной легендой, потому что она напечатана в нескольких порядках, в том числе очень такой хороший писатель, я вам советую, если это увидеть, Евгений Чернов. Он был у нас председателем в Союзе писателей клуба рассказчиков. Вот у него тоже есть. То есть, что якобы они эту песню пересняли, то ли пели, то вспоминали. Святая Русская держала в храбовой дым погружена ее поруганная слава земному взгляду не отмяя и сколосованный знамен, но над изменой и враньем войска небесные обороны еще глядят за окаем. Дом Богородицы Россия Твои поля и города Враждебной отданной истие Горят от боли и стыда Пауки бригады батальон отгородилися своих войска небесных обороты одни замертвых и живых и по невидимому следу не преклоняя головы святые родники победы сойдут из вольной синевы и беззаконные законы не одолеют Русь пока над нею держат оборону ее небесные войска над Русь удержат оборону ее последние войска Аплодисменты Мне уже шестьдесят, с небольшим лет, кажется, все уже закончилось, полно не кончилось, ничего. Когда ты говоришь шестьдесят, ты говоришь, жить осталось. Еще шестьдесят. Ну да, я поэтому обычно, да необычно это не пою, но хотел бы сказать, что это песня о моем последнем игре, потому что о крайнем игре. На Ярскенском болоте, на дальнем повороте, С огня от времен горюбницы в гостином и горе. Вы в доме, где живете, стоящим на подлете, С рябиной надо забором, с колодцем во дворе. Для вас я малозначен, но все-таки рыбачен, На Ярскенском болоте, где рыбальный крыльок. Привозь неудачи, я радости не прячу, Не зря же приезжаю сюда не первый год. От панчика до кучки, Неверные мосточки, А дальше ни носочки, Ни гнившего гривна. От глазки у птичечки, Ах, белые носочки, Ах, желтенькая гудка, Китайского сукна. На Ярскенском болоте, Вы двадцать лет живете, А я живу лет сорок, В казарме не глушит. Ах, уточки на взлете, Ах, ярки в пятой роте, Ах, сломлены из дуру Тростинки камыши. Ах, уточки на взлете, Ах, ярки в пятой роте, Ах, сломлены из дуру Тростинки камыши. Ах, уточки на взлете, Ах, уточки на взлете, Ах, белые ладьки, Ах, ярки в пятой роте, Ах, ярки в пятой роте. Называется военный кавказский романс. Меня ждёшь, я тебя жду. Гордая рука, кровь на проне, Словно во сне, жизнь на войне. Всё на песке, на полоске, Если писать там вдалеке. Взрывы прижду, смерть обойду, В этом роду не пропаду. Только бы мне заделись на войне, Не подзовы в сад при луне. Здесь, на войне, в горной стране, Вспомнился мне в сад при луне. В этом саду, в датом году, Ты меня ждёшь, я тебя жду. А сейчас вспомнил, что не всегда мы были в смысле «Ежа в такой старой». Я хотел показать вам одну песню, Которую написал вообще в школе. А так как я кончал школу экстерном, Мне было лень учиться в каждом классе, Я закончил где-то между 15 и 16 годами, Хотя поступил в школу уже 8 лет, Отец был офицером, Мне было лечиться. И где-то в 10 классе написал песню, Которую пели и даже больше играли на всех наших танцах, Я жил в провинцию, Я в то время жил и заканчивал школу в городе Шуя Ивановской области, И мне был предок, Приглашаешь какую-то девочку, И говоришь, Вот сейчас кто-то сыграет мою песню. А мы, кстати, тогда не пели, У нас не было даже какой-то дизжакей, Были нормальные альсамбли, Которые вживую всегда... А потом, через годы, я услышал, По телевизору какой-то ГВМ показывали, Какая-то команда из Сибири, Смотри, поют мою письмо. И из чего танки красивых делают, И что за пищей они обедают, И почему мы, словно ненормальные, Теряем красоту свою мораль, И мы из-за вас вместе ночами светлыми Все как один становимся поэтами, И наменяем истины все вечные На красоту, возможно, но конечные. ПЕСНЯ 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 Затащили в Севастополь на 75 лет, как ушел оттуда флот в 1921 году, белогвардейский флот, который сначала высадил наши белые войска в районе в Турции, в Галибре, потом ушел в Тунис, в Безьянку. И это для меня очень трогательно, потому что, как все коммунисты, я сначала был белогвардейцем, потом монархистом, а потом уже сгадаем, понимая, что кроме идеи коммунизма, все остальное бред. Но что было интересно, например, в то время население Севастополя составляло 70 тысяч человек, а на кораблях, когда ушло, тоже 70 тысяч. Вот как будто бы, ну понятно, что там в большинстве войска, но такое ощущение, что город снялся и ушел. И еще этот 95-й год, не забывайте, это то время, когда у нас было тоже ощущение, что он куда-то уходит, и Крым ушел. Вот я написал такую песню, и там нужно пояснить, что на грот стенгах, не сдавшиеся в импела, если вымпел поднят на грот стенге, это означает, что корабль находится в бою. Для одного фильма большого, а именно белогвардейца, я записал эту песню, и она звучала, там, естественно, все это за кадром. Его показывают по телевидению уже, в эти демократические времена, естественно. Может, еще покажут, тогда вспомните, что где-то будет слышать. Нам опять уходи, наше русское море, без неправой скнабель, что отчизная была, нам опять поднимать. В одиноком просторе, на грот стенгах, не сдавшиеся в импела, нам опять вспоминать. Скалы русского Крыма, Севастопольский ритм, и Малахов-Курган, нам опять объяснять то, что необъяснимо, И сквозь слезы глядеть мировой океан. Вот когда мы поймем, наши правила в горе, спорить с волей любовь, и мы не смогли, Раз в три четверти века, по русскому морю, из России уходят ее корабли. Нам опять уходить, наше русское море, из неправой скраны, что отчизной была, нам опять поднимать. В одиноком просторе, на грот стенгах, не сдавшиеся в импела. Ну я много уже говорил о газетах, надо же спеть какую-то газетную песню, потому что у меня очень много газетных песен. Ну я смотрю, как называю, первый пласть специального корреспондента, там речь идет о газете «Известия», мы тогда «Правда и известия», мы обычно не то что продавали, но соревновались. У кого, например, дачи лучше? У нас были дачи в Серебряном Бару, честно говоря, развалившие такие, а у них были дачи на Сходне. Да, и они были получше к качествам, но там зато на куле все-таки смотрят, над вами смотрят. У кого лучше гонорары, а мы молодежь, потому что я тогда относился к полной молодежи, нам очень спорили уголовка «Российская секретарша», поэтому здесь он упоминается. Поздней ночью на улице глупо, когда номер подписан в печать, Слаб ты, друг, ощущения глупкие, с молодецкого скинуть крича. Вот идешь ты, дурно и прогуренный, очернев от газетного дня. В голове твоей за штукатуриной не плавит святого огня. Ничего в тебе нынче не можется, и, глядишь, исполнено тоски. Как на девичьих рашенных рожицах под ресницами тлеют зрачки. Хорошие длинноногие бестии за чужом огороде поют, Говорят, что в газете известия всем таких секретарши дают. Звучит песня «Российская секретарша» А в аквари ресторанах до кубища Разжигцов твоя в них молодежь В Ломско-Скоровском рубище Ты стыдливо сторонкой идешь И пока до твоей однокомнатной Громыхает полночный трамвай Размечтайся о чутке каком-нибудь Но к жене не называй Съешь на кухне котлетку холодную Не спеши освещение включать Она лейка сто грамм за свободную За советскую нашу печаль С каждым годом она все могучее Вкруг нее вся страна сплачена Как гнезды окна словно чучела Ни черта не видать из окна АПЛОДИСМЕНТО 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 Меня когда-то втащили в правду Когда я был член-стенантом Я пришел на полковничьей должность Большую И я стал получать меньше чем лейтенант Баркет Когда говорят что вон Это так все партийные зажрались АПЛОДИСМЕНТО 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 Ну правда я получал еще Я под землей В то время служил так Немножко потернуть Но все равно Вправде я получал меньше чем лейтенант Баркет Поэтому невежды когда там Да были какие-то зажравшиеся Но их было так мало Вы знаете что даже у Брежнева На даче У него все белье Все там простые Все были проштампелеваны Дача номер один Все это Это не твоя собственность Бережей с руси Баркет Да Нет Ну это потом Серьезные песни У меня брат есть старший Владимир Он тоже поэт Он печатается под псевдонимом Урусов Может когда-то это Вы видите Хороший поэт И мы с ним как-то Решили написать Универсальную песню Которая обвесняла Вообще всю военную службу И всю жизнь Вы понимаете что песня Должна быть глупая Потому что это все Но универсальная Вот я вам сейчас покажу Что у нас помешает Время беззащитного цвета Придуродами вечно в долу Могу погорить всю планету А выпить в строю не могу Снаряд в заряднике Снаряд в снаряднике Штыки в штагеннике Рецепт Штыки в штакетнике, в подробствовале Судьба фатальная, смертью ментальная Душа в отдушине, а я в земле Заряд в снаряднике, снаряд в снаряднике Штыки в штакетнике, в подробствовале Судьба фатальная, смертью ментальная Душа в отдушине, а я в земле Заканчиваю обязательную программу полушуточной, полусерьезной песенкой, связанной с твоей малой родиной, когда началась эта поганая перестройка и все прочее. Почему-то у нас в Шуе, такой маленький городок Ивановского, открылось огромное количество баров, небольших ресторанов, пивом уже, просто дикое количество, а работать уже было негде, и многие мои, в том числе и знакомые девчонки, ушли туда официантками, не только официантками. И вот такая песня, которая называется «Девчонка из Шурского бара». Я судьбою не только похож, Отдается почти что за даром, Я стиха и тема мана, Но с девчонкой из Шурского бара Перебрут шеремы в времена. Денег нет, осталось гитар, Счастья нет, осталось душа. Ах, девчонка из Шурского бара, Удивительно, как граждан, День, панели, а вы тротуары, В этом разницы нет никакой. Без девчонки из Шурского бара Я склоняюсь непритой щеклой. Между нами к чему-то рыбар, Пополчим или выпьем вина, Не нужна мне сегодня гитара, Ведь сегодня любовь не нужна мне. А в России раздор и свар, Голодуха, разоруха, разлад, И девчонки из Шурского бара Я последний товарищем рай, Мы ведь все не меняли с базара, Нам степиться не нужно с утра. И девчонка из Шурского бара, Не роднее, чем родная сестра. Я живу или вижу кошмары, Но в ночи не средь пеплого дня, Проститутка из Шурского бара, Охраняет, как ангел меня. А девчонки из Шурского бара, Остиняяя, как ангел меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ну, по графику начинаем свободную программу. Так, первый заказ был, это ваша история в одноместане. Ужасное тяжелое деление письм, но я попробую. Из пояснини, что она написана в два захода. Первый заход, когда был жив Брежнев, Который упоминается под именем «Тот, кто нынче выше всех». И второй заход, когда уже Брежнев Лумберг. Потом я слил это воедино, и печатал уже как единый песок. Безусловно, дали мах, мы десяток лет назад Называем за хершах и высочество, и брак. Мы им в завод платили, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину, за хершах, а короля. До зубов вооружили, утопили ему хором. А вообще, неплохо жить с этим садом за хером. И целует с господа тот, кто нынче выше всех. Заложил кирпич, куда-нибудь под камуз не полетел. Но история, как средство, по весову кирпича. Где за хер, где королевство, только камень и твича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Гауд. Сразу помощь предложили, и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили, с этим самым Гаудом. Только снова дали махом, сень революционер. Оказался братом шахта и агентом ФБР. Был он подлым и твуличным, а его же, как на берег. Целал утром лично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет, Дауде, танки есть. И хотя бы рановато взяли принца на штыки. Но целуем словно брата Нура-мура-тараки. Правда, дружить с Пакистаном, Книги пишут в Харвате. Из казны, как из кармана, Много хапнул на детей. И партийные разлады Непутево примерял. Расстрелял кого не надо, Кого надо не стрелял. Мы идейно с ним дружили, Но готовили банки. А вообще неплохо жили С Нура-мура-тараки. Дали орден, дали займы, И командовал сквозь снег. И Ромур был и немайно Тот, кто нынче выше всех. Но, кроме СССР, Мы умура-тараки. Мы приветствуем премьера По фамилии Амин. Задушил подлец подушку Ствола лучшего дружка. И зарыл тарачу тушку Средь арганского креста. Мы, конечно, телеграммы, Он, Алимка, Физула. Мы не знаем вашей граммы И у вас свои дела. Но согласно отца дружбы Можем тебе предложить И военного оружия, Чтоб тебе спокойно жить. В общем, жили мы неплохо, Не садили до конца. Разстреляв его со встоку Посередине дворца, Сразу радио рубили. Мол, афганская земля Про дня мы не забыли Нам о браках, как моля. Правда, он буржурь прожжет, Порчанистый, пустомрет. Но ветер рукоположенный Тех, кто нынче выше всех. Под надежную охрану Посадили во дворце, Где сидел он вечно Пьяный, С пьяной думой милицем. Окрестили его Голя По фамилии Бавров. Войск прислали, чтобы вором Наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше В нашей собственной земле, Весь, как говорится, вышел И в Кремлевской лег к стене. Мы порадовались свинью, Но задумались слегка. Может быть, без Леонидов Здесь ненужного брака. Долго думали, однако, Во все стороны поля. За воброла, за вобрака Закалюжу кармана. Да к тому же пересменка Началась в родной земле. То он дров, то черненка, То бедной сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы Здесь сломали кучу дров. Дожидаясь от приказа, Он пришел, прощай, Бавров. Без подушки и без пули Тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле Особист над Жигуланом. Правда, в университете Он учился на врача, И людей на белом члене Часто резал сгоряча. Возглавляя Морган-Хата, Это ихний комитет. Кого надо и не надо, Всех отправим на тот свет. В остальном нормальный малый, Мы с ним многое смогли. Да в Кремле пятно восстало. До свидания от Жига. А то, рели чекушки, Я в Гашке, кто и вен. В Харатоне или в Кушке, Оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, Раз приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны Дома будет в Абалгане. И живем отлично что-то, Опять в родной стране. И трещил из пулеметов На гражданской на войне. Веселятся демократы, Президент кричит «Ура!». А по-моему, ребята, Шаханудик всех пора. Вторая песня, не менее тяжелая, Ты успел заказать вверх. Это авганский гарнизон, И, конечно, всех их не перечислишь, Но несколько, где я бывал, И вот эта песня. С Ташкентской пересыпкою Последнюю бутылкою Простились я и дам Воздушным сообщениям Другой измерениям Другие города. С Ташкентской пересыпкою Простились я и дам Волшебный слад Между бригад, что над рекой хранят Свой собственный поглоздю На часах с бычком в сах И вертолетный полк Витает в небесах. Улик умрю, тут хоть умрю, Но вечно глина под ногой И речь на мимо под другой И каждый час пугает нас. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иначе я тоже умру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok На прошлом выступлении я пел, в принципе, она посвящена Федору Борисовичу Гладкову, человеку из главного разведывательного управления, который там погиб. Ребята пытались его спасать, но им удалось. И мы теперь каждый год, 10 октября, встречаемся на кладбище Донском на его могиле. Вот здесь в этой песне не назван, но песня посвящена ему. Я надеюсь, закончу, и помню, что она посвящена вообще-то и всем солдатам. Он был очень красив, я его не забуду, Бамиан, древний город, трех тысяч пещер. В скальной книжке статуи, два испарина, два дуны, Всего вечности вер, изобрения вер. Песня. 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 Песня.